Я вспомнил старый анекдот российский, когда пивная очередь стоит, перестройка, мужик в очереди стоит, ой, ну сейчас начнется, ему что начнется, ой, сейчас начнется, что начнется, ой, сейчас начнется, очередь его доходит, он говорит, две кружечки пива, пожалуйста, ему дает, он взял и пошел, ему продавщица кричит, эй, гражданин, а деньги? Он, ну вот, началось, началось, понимаете, вот то же самое, то же самое происходит, то есть украины денег нет, да если бы были деньги, она, в общем-то, и не собиралась платить, а газ нужен, а гроши нема, ну и что делать? Начинаются вот эти вот игры, начинаются вот эти информационные войны, да, это, безусловно, информационная война. Ах, Россия отключила газ, слушайте, а по соглашению, если вы не платите, отключают газ? А вам дадут в магазине того же пива или хлеба, если вы не заплатите деньги, да? Не заплатили деньги, вам хлеба не дали, вы стали кричать, а москали, они хотят там нас погубить? Да, слушайте, заплатите деньги, берите газу сколько надо, какие проблемы? Так что, если бы вот это вот не было все эти предыдущие годы, вот таких вот информационных войн с шантажом, Россия бы, Украина бы сейчас зарабатывала очень неплохие деньги, хорошие, большие, полстраны можно было прокормить на транзите газа, а сейчас начинается все в обход, в обход, в обход. Мы теряем большие деньги на постройке трубопроводов, Украина теряет еще большие деньги на том, что она окажется страной без транзита и, соответственно, без денег. Поэтому, друзья, вот не надо хитрить, потому что слишком хитрый человек, он рано или поздно обхитрит сам себя. Еще раз, надо жить дружно и интересы друг друга стараться учитывать. Россияне, ну, грех на них жаловаться, они учитывали интересы Украины, потому что, знаете, у нас пол России выходца с Украины, вот у меня столько друзей выходца с Украины, да и я наполовину выходец с Украины. Я люблю очень Украину, вообще даже хотел на пенсию поехать и там на пенсии поселиться, потому что в Донецкой области, в городе Славянске, ну, по-моему, самый лучший климат в мире, а еще там соленые озера, и вообще там хорошо. И поля подсолнечника, и белые хатки. Поэтому никуда мы не денемся. Понимаете, вот как бы Америка не пыжилась, она ближе не станет, потому что она расположена далеко, она приплыть сюда не может континентом. Так что как бы Америка не пыжилась, она ближе не станет, континент не приплывет. Могут приплыть авианосцы, но авианосцы с хорошим не приплывают. А Россия, как бы вы не пытались вбить клин, вот она остается соседом, понимаете, она уже никуда не переедет. А с соседом надо договариваться, а с соседом надо жить дружно, потому что жить дружно, это не просто вот для психики хорошо, это еще и выгодно для экономики, и не только для экономики страны, но и для экономики каждого кармана, каждого гражданина.